Канал «Дождь» и компания «Автодом» представляют проект. Друзья на колесах. Как вам комментарии к нашему первому выпуску? Мне кажется, могло быть и хуже. Ну, нас не так уж сильно причесали. Меня не причесали, мне сказали, что я был не пристегнут. А почему ты был не пристегнут? Я был пристегнут. Ну, я ответил бы, что ты был пристегнут. Да? Нет, я не ответил. И вообще у меня дома дисковый телефон. Я не отвечаю на комментарии. Дисковый телефон? Дисковый телефон. Это же столько денег, наверное, стоит ему. Сколько лет? Ну, лет пятьдесят. Я знаю место, где есть много старья и за очень дорого, кстати. Время дорогая, а порой бесценная штука, друзья мои. Счетчик человеческой жизни, как ни странно, главный союзник того, о чем я вам сегодня расскажу. На 10-й юбилейной выставке представлено все самое-самое. Тут и самые древние автомобили, русско-балтийские, производство Российской империи. Самый спортивный «Ягуары Тайп» 70-го года. Самый уникальный «Киевспорт» 59-го года, производство СССР, выпущенный всего в трех экземплярах. И самый редкий автомобиль, хорошо нам известный по фильму «Место встречи изменить нельзя», автобус «Фердинад», на котором опергруппа Глеба Жеглова ловила жуликов. А вот вам, пожалуйста, любимый автомобиль Никиты Сергеевича Хрущева, на котором он бороздил поля кукурузы, привезенной из далекой Америки. Ну, мне уже не терпится спуститься вниз. Давайте спустимся и посмотрим все поближе. Я очень рад, что нам разрешили хозяева посмотреть автомобиль изнутри. Это единственный, можно сказать, экземпляр. Таких было всего три штуки. Вот один сохранился. Я понимаю, что, видимо, раньше водители выбирали по росту, потому что здесь очень тесно, и я вот даже не представляю, как они давили на педали. То есть у меня, в принципе, средний рост. Да, видимо, было не очень удобно водителю здесь. Но, так или иначе, я думаю, что Никита Сергеевич, сидя на заднем сидении, проезжая по полям кукурузы, показывал всем куськину мать. Пошли дальше. Я все-таки хочу подойти поближе к русско-балтийскому. Он так и называется, русско-балтийский, производство 1911 года. Очень хочется обратить ваше внимание на этот трицикл. Это трехколесный велосипед с мотором. Он называется «Трицикл», на котором ездил Николай II, император Николай II. Вот такая вот раритетная вещь, раритетный экспонат. Итак, с нами организатор выставки галерея «Олдтаймер» Илья Сорокин. Уже 10 лет занимается этим непростым делом. Здравствуйте, Илья, поздравляю вас. 10 лет – это юбилей, серьезный срок. Расскажите нам, пожалуйста, чем особенно именно эта выставка, которая вот случилась в 10-ю годовщину того, как вы этим занимаетесь. На каждой выставке мы готовим что-то особенное для гостей. Есть такая традиция у нас. В этот раз это конкурс элегантности, конкурс автомобильной элегантности, на который выставлены самые лучшие, самые красивые, самые гламурные автомобили, какие нашлись в России. Этот синий монстр – ничто иное, как самый настоящий Rolls-Royce Phantom 1 – Пикадилли Роустер. Его начали производить в 1927 году, и сделали их всего 70 штук. Вот один из сохранившихся экземпляров в таком ярко-синим цвете. Очень непривычно видеть Rolls-Royce в таком ядовито-синим цвете, но, тем не менее, это самый настоящий Rolls-Royce вместе со Spirit of Ecstasy на своем капоте. Как обычно, собственно. Володя, тебе, как любителю мерседесов, это должно понравиться. Вот Mercedes 500K. Собственно, воплощение пика инженерного таланта Германии 30-х годов. Сделала вот такой вот шедевр. Еще и в красном цвете. Просто стоит на него полюбоваться, разглядеть все его вот эти изогнутые линии, арки, крылья. Давайте его обойдем со всех сторон. С нами Янис Медманис, член команды Russian Racing Team, которая участвовала в ралли Монте-Карло в этом году на этих Волгах прекрасных. Янис, расскажите нам, пожалуйста, об этом автомобиле, об этом соревновании. Да, ну, эта идея зародилась довольно поздно, но не хотели пропускать еще один год. И поэтому машины... Мы сделали четыре такие машины. Приходилось это делать очень короткий срок, то есть шесть месяцев. Масса работы. Они были куплены, конечно, там, в нормальном состоянии машины, которая 50 лет, то есть жавчина и так далее, и так далее. Все полностью разбирались, варились, красились, моторы, ходовая. Там придерживались максимум к оригинальным частям, да, там, чтобы не было так, что в Волге стоит какой-то непонятный мотор или еще что-нибудь такое. Мосты, то есть тормоза и так далее, и так далее. Смотри, тут все серьезно, как в настоящем спортивном болиде. Масса есть, тумблер для запуска. Господа, ну вот живое подтверждение тому, что советская 21-я Волга еще способна на подвиги. Этот хорошо сохранившийся кусок ржавого железа, ничто иное, как автомобиль Бэтмена Советского Союза. Ну, по крайней мере, все его формы и линии напоминают мне о том, что им должен был управлять настоящий советский Бэтмен. А если быть совсем серьезным, то это первый, как оказалось, в дальнейшем последний спорткар Советского Союза, который был разработан в 59-м году и назвали его Киевспорт. Смотрите, просто посмотрите на его заднюю часть. Его даже бампером не назовешь. Такое ощущение, что сюда можно вот куда-то туда имплементировать такой моторчик, заехать в воду, вытащить его и поплыть. Ну, настоящий Бэтмобиль. Стреляй, Глеб Егорыч! Стреляй! Именно так умолял Жеглова водитель автобуса, чтобы он открыл огонь по колесам впереди идущего, уходящего от них автомобиля Фокса. Ну, собственно, Глеб Жеглов высунулся, пальнул, Фокс улетел в реку. А это тот самый Фердинанд. Автобус, сделанный на базе ЗИСа-5, который каким-то образом просто уцелел. Его, я надеюсь, реставрируют, сделают из него очень интересный даже экспонат. А нам очень повезло увидеть этот прекрасный экземпляр и вспомнить о хорошем фильме «Место встречи» изменить нельзя. Вот так вот, приходите на шоу «Летромобили». Ну, как вам, Галерея? Отлично. Мне очень понравилось. На самом деле, чем старше, тем лучше. Представляю, сколько там видеокамер, которые следят, чтобы ничего не произошло с этой красотой. Кстати, а тебе помог видеорегистратор, который... Да, спасибо большое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С одной стороны, автомобиль, как средство передвижения, решил массу проблем. С другой, создал огромное количество новых. Нынешний автомобилист, как ребёнок. Везде его поджидают опасности. То подрежет новый испечённый шумахер. То злостный инспектор попросит помочь собрать на подарок жене. То дети из школы перебегут в неположенном месте. В подобных ситуациях без свидетеля не обойтись. Но и свидетель теперь может быть электронным. Называется это чудо техники видеорегистратор. Приведём настоящий пример из настоящей жизни. Недавно мой знакомый Роман попал в неприятную историю. Когда начали составлять схему, изначально инспектор ко мне не очень расположен был. Потому что, по его взгляду, действительно, я был неправ. Человек сразу встал в оппозицию. Он сказал, что всё было совсем иначе. Что я не успел отормозиться. И, соответственно, я стал виновником ДТП. Кто сзади, тот и неправ. Потому что не было ни свидетелей, никого. И мне что-то доказать было одному уже очень сложно. Когда я сказал, что у меня висит видеорегистратор и все записи есть, тогда сразу ход событий очень сильно изменился. Повезло то, что у меня был с собой ноутбук. Мы, в принципе, сели втроём, сразу посмотрели всю запись, всё стало на месте. И схему составляли даже уже не по месту. Мы уже отъехали с дороги, чтобы не мешать транспорту. А вставляли уже по видеокартинке просто. То есть сотрудники ГБДД восприняли это очень лояльно? В качестве доказательства? Без каких-либо... Да, моментально изменилось отношением. Человек, который изначально выступал против меня, сразу начал всё списывать на здоровье, на возраст и на свою... На память. Да, на свою реакцию. И когда спросили, ну а зачем ты вообще сделал? Он сказал, ну мне было жалко трамвай, который ехал впереди, которому я не уступил. Ну, Volkswagen вроде подешевле. Этот пример наглядно показывает, не будь видеорегистратора, Роме было бы очень тяжело доказать свою правоту. Очевидно, что пришло время обзавестись цифровым беспристрастным свидетелем. Немного информации, который вы должны знать, если решитесь на этом. Автомобильный видеорегистратор, устройство, производящее видео и аудиозапись дорожной обстановки в машине. Его основная задача – доказать правоту водителя в спорных ситуациях на дороге. Существует три типа видеорегистраторов, которые различаются по типу крепления. Универсальное крепление типа присоска, видеорегистратор, встроенный в зеркало заднего вида, а также видеорегистратор с отдельно подключаемыми камерами. Безусловно, самый лучший вариант – это третий. Это решение самое гибкое. Вы можете записать не только то, что происходит спереди автомобиля, но и сзади, сбоку, снизу. Вы можете запечатлеть даже собственную персону. Все зависит лишь от количества камер, которые вы решите установить в автомобиль. Но это решение на данный момент остается самым дорогим. Все гениальное прото. Именно поэтому самым практичным остается вариант видеорегистратора на присоске. Стоит такие устройства недорого, а установка не займет много времени. Можно ли использовать данные с автомобильного видеорегистратора в качестве доказательства в суде? Определенно, да. Ну, в кодексе об административных правонарушениях прямо сказано. Есть две статьи – доказательства и документы. Из них прямо следует, что видео и аудиозаписи могут быть признаны судом в качестве доказательств. Также есть статья «Доказательства в гражданском процессуальном кодексе», из которой также это следует. И главное не забывать, что для того, чтобы любые данные были приобретены к делу, нужно соблюдать необходимые требования, нормы, законы. Итак, если вы осознаёте, какое количество опасностей, неприятных неожиданностей поджидает вас на дороге, а также не имеете привычки, находясь в автомобиле, обсуждать государственные тайны, смело используйте данные видеорегистратора. Несколько рекомендаций. Как сделать так, чтобы инспектор ДПС не выкинул вашу флешку в кусты? Во-первых, просите инспекторов писать в административный материал данные о видеорегистраторе. Марку, модель, направленность камеры, тип носителя. Во-вторых, запечатайте карту памяти в конверт, прежде чем отдадите её инспектору. Если это сделать невозможно или инспектор отказывается и не хочет принимать показания вашего видеосвидетеля, не волнуйтесь. Просто впишите сведения о видеорегистраторе и укажите наличие видеозаписи в письменном объяснении. В нём же укажите, что инспектор отказался приобщить запись к делу. Не забудьте сделать копию видеозаписи, если это возможно. Если копию записи сделать не удалось, а непредвзятость инспектора вызывает сомнения, оставьте карту памяти у себя, указав всю необходимую информацию о её наличии в протоколах и объяснениях. Роман, давно пользуешься видеорегистратором? У меня возникали мысли, ну так как я связан с техникой, с электроникой, у меня возникали мысли ещё тогда, когда их не было в продаже, смастерить его из веб-камеры. Потому что за рулём я достаточно давно, и были случаи ДТП, когда я тоже был прав, но я ничего не мог. Не могли доказать ответственность? Да, и это было очень обидно, и мне хотелось какой-нибудь самописец в чёрный ящик придумать. Да, пытались уже даже самодельно. Потом они, слава богу, появились в России в продаже сейчас. Когда они появились, я сразу его взял, это было примерно года полтора назад, наверное, не раздумывая, потому что я знал, что рано или поздно он пригодится. Ну что же, и теория, и практика показывает, автомобильный видеорегистратор сегодня – вещь практически незаменимая. Однако выбор за вами. Друзья на колёсах! Без видеорегистратора не страшно на чужих машинах кататься? Ты знаешь, не страшно, но если бы он у меня был, было бы лучше. В этом Мерседесе его нет, но в этом Мерседесе есть намного более крутые фишки, чем видеорегистратор. Особенно для C-класса, поверь мне. Трёхлучевая звезда на капоте – это эмблема, знакома практически каждому. Мерседес-Бенц – это больше, чем машина, это стиль жизни. Видишь его на дороге, и практически хочется петь. Но C-класс – отдельный разговор, и именно он у нас сегодня на тесте. C-класс от Мерседес. Автомобиль с более чем 20-летней историей. В 2011 году Мерседес не торопился показать всё и сразу. Сперва был представлен кузов-седан, затем универсал, и на закуску немцы преподнесли искушённой публике C-класс в кузове-купе. Этот автомобиль не просто купе. Он носит гордое название Edition One. Специальная серия, отличительной особенностью которой является как предлагаемой опцией, так и высокая цена. Визуально образ стал динамичнее за счёт немного обновлённой формы кузова. Теперь острые грани различных деталей, например, бамперов, явно дают понять, кто хозяин в городском потоке. Одна из особенностей версии Edition One – это заводское матовое покрытие. Оно придаёт более элегантный вид автомобилю, подчёркивает агрессивный характер, и на дороге вы уж точно не останетесь незаметным. Есть один нюанс – я толстый. И поэтому каждый раз, когда я сажусь в этот замечательный автомобиль, то левой ногой я непринуждённо задеваю этот стояночный тормоз. Зачем он здесь? Мне вообще непонятно. Внутри версии Edition One также отличается от обычного C-класс-купе. Производителем была сделана ставка на фарфоровый цвет. Это и декоративная отделка торпеды со стороны пассажира, и напольные коврики с контрастной окантовкой, и бесконечные прострочки различных элементов. Всё это именно в фарфоровом цвете. Итак, мы внутри. Но есть опять один нюанс – я по-прежнему толстый. Но в салоне это мне уже не так мешает, потому что сидения действительно удобны и регулируются в восьми положениях – вот этими рычажками. Внутри нас поджидает ещё одно коварство. Когда машина стоит на паркинге, до кнопок климат-контроля моей толстой рукой дотянуться сложно. Сухие факты. Наш подопытный оснащён двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 204 лошадиных силы. 7,2 секунды до сотни – хороший результат. Кстати, занятный факт. И С-180-купе, и С-250-купе оснащаются одним и тем же двигателем. Всё дело в форсировке. Так что цифра 250 на корме и правда может ввести в заблуждение. Так зачем же переплачивать почти миллион рублей за специальную версию от Мерседес? Это, скорее всего, риторический вопрос. Когда разговор заходит о марке Мерседес-Бенц, вопрос цены как-то уходит на второй план. Всем и так понятно, что Мерседес дорого, красиво, эффектно и статусно. К слову сказать, начиная с 2011 года, С-класс можно смело назвать эдакой ступенькой в премиум-сегмент. И действительно, компания, скрипя зубами, предлагает хорошо оснащённый автомобиль за вполне разумные деньги. Словно подсаживая тебя на немецкое качество, с которого, поверьте, уже потом сложно слезть. Но как только кузов Мерседес превращается в купе, это выбор не рационалиста. Это выбор эмоций. Вот мы тут здесь смеёмся, а Илюша Варламова-то нет с нами. Куда делся наш бесстрашный блогер? У него что, парковщики отобрали машину? У бесстрашного блогера вряд ли можно отобрать машину, но он теперь ходит пешком. Привет! Сегодня я представлю немножко необычной роли для автомобильной передачи, и мы поговорим про проблемы пешеходов. К сожалению, пешеходы превратились в самых бесправных участников дорожного движения. Ежедневно они сталкиваются с кучей трудностей на улицах Москвы, и автомобилисты перегораживают им дороги, не дают прохода. КОНЕЦ Я предлагаю на примере территории Красного Октября посмотреть на те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются пешеходы на улицах Москвы. Одной из главных проблем московских тротуаров являются припаркованные машины. Их надо обходить, протискивать, запачкать об них свою одежду. Человек считает, что если он смог купить себе машину, то он обязательно должен припарковать ее поближе к своему подъезду. О том, как будут проходить люди, он не думает. В результате по тротуарам совершенно невозможно становится ходить, а некоторые умудряются полностью перегораживать тротуар своими машинами. Одним из решений проблемы становятся столбики, которые преграждают путь машины на тротуар. Но на самом деле проблема в головах. Нам нужно объяснить водителям, что тротуар – это место пешехода, и ставить там машину просто недопустимо. Друзья на колесах! Компания «Автодом» – крупнейший официальный дилер BMW и мини в России с 1992 года. Продолжение следует... Продолжение следует...